Доброе-доброе утро, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что к нам присоединился, а у нас дождик. Слышите? Дождик. Ну и, естественно, плюсовая температура. В общем, погода тёплая, замечательная. Дождик тоже прекрасно. Мне девочки пишут, мои интернет-сестрёнки, Катюша, у нас потеплело в Сибири, минус 17, и я чуть не упала. Было, говорит, минус 30 чем-то, сейчас минус 17. Девочки, вы героини, и мальчики, вы герои, герои, герои. Я бы не смогла там жить, честно вам скажу. Не смогла ни за какие бы деньги, ни за какие бы зарплаты. Вот просто не смогла, это не моё. Всё-таки от погодных условий, от климата для меня это зависит моя жизнь, наверное. Ну, кто-то любит, кому-то. Я точно знаю, что кто-то любит. Есть у меня знакомые из интернет-семьи, которые пишут, что им снежок, им вот прокатиться на санках, им это хорошо всё. Мне нет. Мне, конечно, лучше тепло, лучше пусть дождик, чем... Мне плюсовая температура, это моё. От плюс 15, плюс 10 и выше. Вот это мой климат. Итак, сейчас я пью соду и отвечаю на один вопрос. Так, как я пью соду? Сразу вам показываю. Потому что закипел уже чайничек и надо. У меня есть время с вами пообщаться. Про соду я уже сказала, мне там сказали, что... Галинушка писала про то, что она хотела американскую соду купить. Кстати, я ещё добавляю немножко или лимонного сока, или же сока... Или сока... Вот у меня есть натуральный сок. Видите, он даже... Это стопроцентный сок лайма. Добавляю... О! Посмотрите, всё прекрасно гасится и ещё погасится. Всё, что не погасилось... Так, выводим сейчас углекислый газ, углекислоту. Сейчас всё-всё уберём. Отлично! И будет тот раствор, который, что называется, ощелачивает наш организм. Вот, замечательно! У меня, видите, такой зелёный напиток получается. Кроме этого, я ещё, знаете, что делаю? Я ещё усиливаю. Я могу добавить, например, вот такой немецкий витаминчик. У меня сын так любит делать. Вот. Тут тоже сода. Почему, думаете, шипит, когда бросают в воду вот эти витамины, мультивитамины, там 10 штук и так далее? Потому что сода, друзья мои, и в Америке, и в Германии, и везде, везде-везде пьют соду. Я не знаю, что так сполошились врачи. Вот. Это сода. Оп! Отлично! Ой, 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 ой! Нужно вот так вот. Как у меня прямо шампанское в студио. Видите? Вот, вот, вот. Вот это не даёт шансу никакому раку, никакому заболеванию. Ещё плюс моя имбиротерапия. Могу сюда и капнуть несколько капель имбиротерапии. И вообще получается супер! Вот мой утренний напиток. Сейчас до конца, до конца. И он такой хорошо тёплый. Очень хорошо тёплый. Сейчас ещё немножко добавлю. Вот это то, что надо. Кто не знает, сейчас узнает. Проконсультируйтесь с доктором. Но не забудьте рассказать доктору, что... Вот это таблетки содовые. Не забудьте, потому что, может быть, многие доктора об этом не знают, когда вам назначают. Но потом пишут вот такие мне петиции про то, что соду вредно. Вот весь мир, вот в таких вот даже таблеточках употребляют соду. И просто любая сода хороша. Теперь я пью и отвечаю на следующий вопрос. Потом говорят, в нашу соду добавляют то, то. Не говорите глупости. Ни в какую соду мира ничего не добавляют. Её добывают, просушивают, прочищают, и всё. Она не портится. В неё добавлять не надо. Это не продукт питания, понимаете? Сода – это то добыча. В искусственных условиях также её делают. Но есть и добычи, залежи соды. Потому что это ведь, можно сказать, ну соль, своеобразная соль. Что в соль вам добавляют? Почему вы не пишете, что вам в соль что-то добавляют? Вот точно так же и в соду ничего не добавляют. Это миф, который я уже давно в пух и прах разнесла. Смотрите видео предыдущее, и вы увидите. Ну а пока будем наблюдать за дождём. Я отвечу ещё на один вопрос, который меня спросили. Это Олечка написала мне, что чудодейственный сбор ей не помогает. Что она купила на ярмарке специальный чай для диабетиков. Но это был эксперимент, который провалился. Никакого снижения уровня сахара или его стабилизации, как обещал продавец, не произошло. Хорошо пишет, что купила на пробу 50 грамм. В составе трава зверобоя, плоды шиповника, побеги, черники и хвоща полевого, цветки ромашки, корень элеутерокока, створки фасоли, трава козлятника и репешка. Делала всё по инструкции. Одна столовая ложка смеси, заливала пол-литра кипятка, настаивала 5 минут, процеживала и пила в течение дня в несколько приёмов. Не пойму, почему эффекта никакого. Вот что написала она. Я вот вам что скажу. Причин может быть много. Первое – качество сбора. Потому что то, что вы написали, сбор шикарный, если это так, если это те травки. Если травы были собраны давно, хранили их неправильно или вообще сушили при высокой температуре, то результата от приёма такого сбора не дождёшься. Не хочется обижать производителя, но такое, к сожалению, встречается. Вот почему, когда мне говорят «вышлите» или «дайте», я этого никогда не делаю. Никогда я делаю для своей семьи, для своих ближних и благословляю тех, кто меня знает. Вот кто меня видит, соседи, друзья и так далее. Те, кто близкие мои, подачи и прочие. Люди, которые со мной близкие, они знают, они 100% знают, что это правда. И что тот образ жизни, который я веду, 100% здоровый образ жизни. А на производственном уровне вряд ли вы встретите. Потому что я подбираю эту травку каждую в том районе, в котором нужно. Я очень далеко уезжаю. Я порой беру с собой друзей вот со мной. Вы часто видите Лерочку, и мы ходим, собираем. Вы сами видите, где мы собираем. Где не ступала нога человеческая. Понимаете? И это я делаю каждый год. Потому что больше года травки не храню. А некоторые больше трех месяцев. Это надо знать вообще-то. Ну а вторая причинка. Сейчас я сделаю глоточек своего чудодейственного напитка. Пить-то надо понемножку и на голодный желудок. Вторая причина не подошла классическая дозировка. Ее необходимо рассчитывать, исходя из веса пациента. Стадия заболевания, рост. Все это нужно делать. Вот именно поэтому не стоит покупать травы и сборы по принципу «А вдруг поможет». Всегда проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Кроме того, сейчас появилось много фитокабинетов, фитоаптек, фитоцентров, где можно получить консультацию и последующее сопровождение. Люди, которые занимаются этим годами, годами, десятилетиями, вот я уже, десятилетия в травах, меня обмануть сложно. Я подхожу, я уже, если даже у меня какая-то травка закончилась, я иду к той самой бабушке, в кавычках, хотя она моя ровесница, и говорю, у меня та трава закончилась. Она мне вытаскивает, вот у меня, говорит, я собирала. Где вы собирали? Когда она мне называет место, я уже знаю, растет вообще там трава эта или нет. И смотрю на цвет. Я уже по цвету могу определить, сколько лет этой травке. И правильно ли она хранилась. Поэтому вы идите и получаете консультацию у профессионалов, у которых это уже может быть или профессия, или они в этом давно. Но если человек только-только, и вы не можете проследить, вот он сидит на рынке, вы видите молодой человек и продает эти травки, то вы не можете знать, собрал он у дороги, перекупщик ли это, или еще что-то. Здесь очень все серьезно. И третья причина – это, конечно, индивидуальный подход. На первый взгляд состав сбора, вот, который вы перечислили, он просто изумительный. Изумительный. Но в некоторых случаях при серьезных отклонениях в работе поджелудочной железы один сбор не поможет. В терапию при диабете нужно включать и сок топинамбура, сок одуванчика, чай из листьев бузины черной. И вот такие сильные фитосредства для поддержания поджелудочной железы, как вытяжка из почек березы, известный монастырский чай, есть специальный. И, конечно же, четвертая причина – это несоблюдение диеты. Хоть какую травку вы будете пить, хоть что. Если вы во время сбора, вот, вы пьете травы, и вы в это же самое время поджарили себе, думаете, да ладно, я пожарю себе что-то. Не важно что, пожарили себе любое блюдо, пусть даже это будет картошка. Все. Если вы кушаете картофель в супе, просто все, просто не надо лечиться, потому что картофель, попадая в организм, вот там очень много крахмала. Этот крахмал превращается в сахар. Поэтому я всегда спрашиваю, а что вы кушаете? Мне когда перечисляют, ну вот супчик, а что в супчик кладете? Ну, картошечку, морковку, лучок, картошечку, все, до свидания. Тогда не надо жаловаться на то, что вы больной человек. Понятное дело, с сахаром, с повышенным сахаром, кушать картофель, рис, белый хлеб из белой муки себе выпекать что-то, но понятное дело, что вы никак не избавитесь. Вы будете повышать, и повышать, и повышать себе. Перейдите на капустные изделия. Неужели сложно купить разные виды капусты и тушить, и запекать ее? И, я не знаю, ну только не жарить. Делать салаты всяческие, всяческие. Пробиотические делать вещи, такие как квашеная капуста, квасить. Но, конечно же, без добавления сахара, без добавления, есть такие рецепты, без добавления уксуса. Режим питания, тоже важно, во сколько вы, через какой промежуток времени кушаете. Для больных с сахарным диабетом это часть лечения, это образ жизни, правильное питание, правильный образ жизни. Ну вот и все. Вот как-то так. Я думаю, что я ответила на ваш вопрос, делаю еще один глоточек. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Дай Бог вам здоровья. А с мудростью и здоровьем приходят. Пока-пока.